Не так давно на экологическом совете при главе города как раз поднимали актуальную для курорта тему. Эти слушания – итог проделанной работы. Общественники, экологи и власти курорта просят правительство внести в список карантинных объектов 6 вредителей. Курорт, к примеру, из-за огневки почти полностью лишился самшита. Из-за долгоносика и еще ряда вредителей уже погибли около 500 пальм под угрозой эвкалипты. На общественных слушаниях шла речь о том, что в городе сложилась чрезвычайная фитосанитарная обстановка. Этих насекомых обязательно нужно внести в карантинный список. В таком случае, во-первых, невозможно будет завозить из-за рубежа зараженные этими вредителями растения, как это в частности случилось в Сочи. А во-вторых, владельцы территорий, на которых развелись опасные насекомые, по закону будут обязаны бороться с ними своими силами. То, что в правительстве одобрят инициативу города, никто не сомневается. Об экологических проблемах курорта в Москве знают. Говорили и о препаратах, которые нужно применять, чтобы сохранить зеленый наряд курорта. Также было предложено разработать программу по озеленению города. Сегодня город получил мощное наследие. На каких территориях, какие растения, какого вида произрастают, и как за ними ухаживать, как их лечить. И самое важное, чем менять те растения, которые подвержены заболеваниям, которые сегодня уже выпадают из, скажем так, зеленого оборота нашего города. Добавлю, что вокруг проблемы с гибелью деревьев в Сочи объединились лучшие специалисты страны в этой области. По мнению экологов, нужно не только уничтожить вредителей, но и предотвратить повторение ситуации в будущем.